МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприниматели города Твери возмущены действиями администрации города, потому что все идет с нарушением федерального законодательства из собственных подзаконных актов города Твери. В 2002 году был проведен конкурс на 14-й маршрут. Предприниматели на аукционе выкупили право работать на этом маршруте. В этом году господин Кнышев провел конкурс на 14-й маршрут. Этот 14-й маршрут не внесен в реестр маршрутов. В реестр маршрутов, который принят в конце прошлого года, существующий маршрут внесен. Там прописана категория М2, это класс Газель, Форд. Меняет документацию за месяц и объявляет конкурс, где должны выставляться автомобили ПАЗ. Специально на этот конкурс мы приобретали хорошие машины, Форды, влезли в кредиты, купили. Но возможности выиграть нету, потому что поменяли категорию и вместимость автобусов. В настоящий момент на 14-м маршруте существует 25 старых автомобилей и должно появиться 19 новых. Появилось 8 или 10 ПАЗиков. Все эти машины ездят по городу с гонками, друг друга обгоняя, водители подрезают друг друга. Новый маршрут ездит не по своему маршруту, а по старому. Там одну улицу поменяли, они ездят по старому. И все это влияет на безопасность. В пятницу прошло два дела в ФАЗ. И ФАЗ признал конкурсную документацию, нарушающим закон о конкуренции, и признал конкурсы, что они прошли с нарушением. Предприниматель Барабанов, который выиграл этот конкурс, сказал, что если ФАЗ примет решение, я свои автобусы с линии уберу. В данный момент он отказывается это делать. Вот такие условия, такие машины. Пожарные. Нет, это не только 14-го, со всех машин. Я считаю, что просто администрация отнимает у людей их бизнес. И не интересует администрация, что мы все эти годы платили налоги, выполняли их же инструкции. Изначально же этот маршрут с 2003 года, и мы его также выигрывали на конкурсе. Также, как сейчас конкурсы проходят, только по документации 1998 года, по конкурсным условиям. Также выиграли. Нам тогда тоже обещали, что маршрут будет ваш. И договора будут нам продлевать, в общем, как сказать, без вопросов и без проблем. Ну, как видите, вот они, проблемы. Я сейчас считаю, что это просто лоббирует чьи-то интересы. Именно для поставщиков ПАЗиков, я не знаю, владельцев ПАЗиков. Продолжение следует...